Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елизавета Волкова. Я эксперт по управлению реальностью, силой сознания, создатель канала о силе мысли, автор двух книг и лидер сообщества, в котором уже более миллиона человек. В этом видео я расскажу о самой большой лжи, о самом большом заблуждении людей, живущих на этой планете. Все, о чем я буду говорить сейчас, жизненно важно для понимания людьми разных вероисповеданий, разных социальных слоев. Важно как для женщин, так и для мужчин. Для людей разного возраста, от школьников до очень взрослых, зрелых людей. Потому что именно это знание полностью, кардинальным образом меняет все. Оно способно в корне изменить всю вашу дальнейшую жизнь, стать переломным в вашей судьбе. Подавляющее большинство людей бессознательно живет в модели мира, когда я существую отдельно от того, что меня окружает. Отдельно от меня существует мир, город, соседи, мой партнер, муж, дети, мама, подруга, начальник. Отдельно существует вся вселенная, все объекты и субъекты, с которыми я взаимодействую. Отдельно существуют мои чувства, мое подсознание, мое прошлое и даже Бог, который создал этот мир. И в этом отдельно существующем от меня мире я тону, как в хаосе безумия. Каждый день происходит огромное количество событий, которые обрушиваются на меня внезапно в самый неподходящий момент. Сечение обстоятельств, случайные встречи, неожиданные расставания, обманы, предательства. Если любовь, то тоже случайно, если радость, то вспышками. А потом снова что-то непонятное, не поддающееся моему контролю. Что-то почему-то не получается, кто-то на меня обижается, кто-то со мной не считается, кто-то меня не ценит, кто-то меня бросает, кто-то мной манипулирует, кто-то мне не доплачивает. Мы сейчас говорим о тех ситуациях, которые непосредственно касаются каждого человека. А я в этом отдельно существующем большом мире, в этом хаосе, лишь маленький кораблик в бурном море. Его постоянно качает, он еле держится. Кораблик, от которого практически ничего не зависит, который ни на что не может повлиять, который борется с этим миром за возможность хоть когда-нибудь быть счастливым. Убеждена, что 99% человечества живут именно в этой модели, осознавая или вовсе не осознавая этого. А теперь рассмотрим, что представляет собой мир и наша жизнь на самом деле. Это является открытием современности. Одновременно сотням учителей по всему миру стали спускаться эти сакральные знания. Начала раскрываться истина. Наука стала делать открытие за открытием, доказывая удивительную природу нашей реальности, о которой мы не подозревали ранее. Это стало и моим личным открытием. А теперь уже доказано мной на практике, на собственной жизни. И подтверждено тысячами результатов моих учеников. Представьте себе, что каждый из нас живет в зрительном зале огромного кинотеатра. Но экран там необычный. Хоть он и показывает кино с сюжетом и актерами. Там нет пленки, нет фильма. Этот экран ничего не транслирует. Он только отражает. Этот экран – зеркало. Он имеет зеркальную поверхность. В зрительном зале сижу я. А в зеркале отражается мое сознание. Именно мое сознание – единственный источник всего, что я наблюдаю. Что происходит со мной каждый день, с кем я взаимодействую, с их поведением и отношением ко мне. Каждая ситуация и обстоятельства, которые случаются в моей жизни – всего лишь зеркальное отражение того, чем наполнено мое сознание изнутри. А именно моих мыслей, чувств, подсознательных убеждений, неосознаваемых желаний, вибраций и эмоций. Причина всего внутри меня. Ни один человек не имеет никакой власти надо мною. Он просто герой в моей игре, который вынужден отражать мои убеждения, чувства, эмоции в соответствии с определенной ситуацией. Меня не любят, не выбирают только тогда, когда я себя подсознательно не ценю и считаю недостойной. Дети меня не слушают, когда я себя считаю плохой мамой. На меня обижаются только тогда, когда я бессознательно чувствую себя виноватой. Меня не берут на хорошую работу, не повышают и мало платят только тогда, когда я бессознательно не чувствую себя профессиональным специалистом, который способен дать что-то этой компании. Меня наказывают, на меня подают в суд, со мной разбираются только тогда, когда я бессознательно чувствую себя виноватой в том, что нарушаю какие-то определенные правила или была нечестной. Большие деньги не хотят ко мне идти, потому что я их презираю. Успех обходит стороной, потому что в глубине души я не считаю себя кем-то выдающимся, а так посредственностью. Количество денег в моей жизни, качество личных и семейных отношений, уровень здоровья, вообще любой факт – все и всегда начинается с меня. Вся моя жизнь, проекция моего сознания и бессознательный диалог с самим собой через других людей, через обстоятельства, которые каким-то непостижимым образом откуда-то знают о моих глубинных мыслях. И люди потом просто в своих словах, в отношении ко мне, в действиях просто отражают мне мои глубинные негативные убеждения. Для меня и тысяч моих учеников – это очевидный факт. По каждому комментарию, описанию проблем в жизни людей я могу читать их бессознательные мысли и чувства до мельчайших деталей. Я ясно вижу причины и следствия любых ситуаций и обстоятельств без исключения. Из всего вышесказанного следует, что я могу изменить любую ситуацию в своей жизни, какой бы сложной она ни казалась. Но только в одном случае, когда я осознаю себя сидящим в этом зрительном зале напротив зеркала моего сознания. Я могу, изменив свое сознание, изменить положение вещей в жизни. Изображение на экране в зеркале сознания меняется автоматически вслед за моими внутренними изменениями, вслед за тем, как меняется мое сознание. И получается, что наша привычная жизнь происходит в беге по кругу. Мы, не меняя сознание, не меняя то, что, собственно, отражается, пытаемся контролировать события. Не спим ночами, пытаемся что-то исправить безуспешными действиями, манипуляциями, хитростями. Но что мы делаем? Мы, по сути, всю жизнь набрасываемся на зеркала и пытаемся в них что-то изменить. Всю жизнь мы боремся с отражением. Тогда, когда причина всего здесь, в сознании. А для того, чтобы изменить сознание, внешние действия не нужны. Не нужны деньги, не нужны связи, не нужно никуда бежать, не нужно никому ничего доказывать, не нужно ничего преодолевать и достигать. Нужно просто остановиться и осознать, что внутри каждого из нас целый мир, который проецируется на зеркало сознания и разыгрывается, как кино нашей жизни. Не думайте, что для того, чтобы изменить сознание, нужны особые таланты. Нет, это может каждый. Моя практика обучению людей, а через мою школу за 7 лет прошло уже более 60 тысяч человек, это доказывает. Вот, смотрите, реальный живой пример. Это Алена, ей 36 лет. Она прошла четвертый поток игры в миражи в 2023 году. Пришла с запросом на отношения. И вот, что она материализовала. Меня зовут Алена, мне птиц 6 лет. Я из города Таллина, из Эстонии. Будучи на мастер-классе, я приобрела тренинг игры в миражи. И моя жизнь изменилась на 180 градусов. Путя 4 месяца, мой мужчина вернулся ко мне. И не просто вернулся, а вернулся предложением быть из-за него замуж. И скоро у нас свадьба. Скажу, что я счастлива. Это, опять же, ничего не сказать. Потому что 4 месяца работы на тренинге, они изменили полостовое мышление. Когда в один прекрасный момент ты получаешь то, что ты так долго представлялся в своей голове. Ты просто думаешь, вау, что с этим счастьем тебе в тем дело. И потому что мы не общались 4 месяца. Он писал мне, он удалил меня из друзей. На всех соцсетях их только возможно. И проходит 4 месяца. Я хочу, чтобы ты была большим. И говорит мне все слова, которые я так хотела, чтобы он мне сказал. В тех местах, которые я так себе представляла. А это Маргарита. Она улучшила свою жизнь во всех сферах. Вот что она пишет. Желания исполняются каскадом. Просто сказка. Близкие не могут поверить. Называют мою жизнь рогом изобилия. А меня сильным человеком. Цели которого исполняются сами. За эти полгода я встретила своего принца и вышла за него замуж. Имею свою шикарную просторную видовую квартиру в центре Петербурга. Наша свадьба прошла в отеле Four Seasons с видом на Исаакиевский собор. А свадебное путешествие на Бали. Я сменила нелюбимую работу в музее за 30 тысяч рублей на удаленную в престижном московском глянце. Теперь работаю 1-2 часа в день. Провожу много времени с любимым и все успеваю. У мужа рядом со мной пошел в горы его бизнес. Его работы покупают элитные строительные компании и отели. Приносит в дом большие деньги. Как видите, каждый может изменить свое сознание и начать налаживать свою жизнь по всем фронтам. Для этого вам не нужен талант. Никаких связей и удачи не требуется. А это Елена. Ей 49 лет и вот ее чудеса. Она притянула мужчину спустя, внимание, 17 лет одиночества и вышла за него замуж. А еще купила Porsche Cayenne. И это еще не все ее достижения. Давайте посмотрим ее видео. Меня зовут Лена. Мне 49 лет. Я живу в Санкт-Петербурге. И с 17 долгих лет я не могла найти себе мужчину. И после какой-то медитации это было МП3. И настроить то, что я идеальная женщина, я само совершенство. Я начала в шутку, каждый день, не идя с работы, либо на работу, про себя это слушать и повторять. И вот совершенно случайно, вот с таким вот настроем, познакомилась со своим будущим мужем. На тот момент он был очень ранен предыдущими отношениями, разводом. Был очень позлоблен по отношению к женщине. И вообще такой женоненавистник. Через месяц начали происходить какие-то чудеса. Человек начал меняться на глазах. Он расцвел, он стал счастливый, у него ушли эти мысли. А, кстати, женщину он в первую встречу называл не иначе, как коровами, курами. И других слов его в лексиконе не было. Где-то, наверное, через месяц эти слова исчезли навсегда. Через полгода он взял мне предложение. Это уже почти год мы живем вместе, в браке. И у меня такое чувство, что мы друг друга любим все больше и больше. Я почему это говорю? Потому что на Миражи каждый пришел со своим желанием. Я знаю, что большинство людей пришло за любовью. Я тоже всю жизнь искала любовь. И только благодаря курсу Миражи у меня это получилось. Что произошло именно на Миражах? Я купила Porsche Cayenne вчера. То есть я продала машину, свою Mercedes на 350 тысяч дороже, используя одну из практик, которую дала Лиза. Что еще у меня сбылось на Миражах? Я поправила себе здоровье. Десять лет назад у меня обнаружили опухоли в печени. Ну и печень сама была в очень, так скажем, плохом состоянии. Неделю назад я сходила на УЗИ. И врач мне сказала, что внутренние органы у меня, как у ребенка. Опухоли в печени уменьшились значительно. Хотя 10 лет они были только росли. Тоже все благодаря Миражам. Потому что этих техник, которые я использовала, я до этого не знала. Анастасия исполнила два своих крупных желания. Сперва она выслала мне фото ключей от своей новой квартиры. Ура, я получила свои ключики от квартиры. А затем снова ключи. Но уже совершенно другие и по другому поводу. Я чуть более месяца назад делилась ключиками от своей приобретенной квартиры. А сейчас мой мужчина вручил мне ключи от своей квартиры. И предложил переехать к нему. Так интересно, шла на Миражи за одним. А приобрела совсем другое и лучшее в 100 тысяч раз. А история Жанны вообще уникальна. Жанна смогла победить онкологию. Давайте посмотрим ее интервью. Уменьшилась опухоль и метастазы перешли в другую форму, безопасную. Я вообще не знаю, как бы я, наверное, справилась совсем с этим, если бы не тренинг. Хотелось вообще обнять весь мир. Я кайфую, мне нравится. Меня зовут Жанна, мне 48 лет. Я из Москвы. Какой задачей вы изначально шли на Миражи? И какая задача появилась в процессе? В моей жизни очень много всего произошло. Я развелась с мужем, похоронила папу, маму. И в результате, скорее всего, этого у меня и обнаружилась после этого онкология. Обнаружилась она ближе к концу мая. Что вам дали вот эти знания и медитации на Миражах? Эти знания перевернули полностью все. Я, проанализировав всю свою жизнь, поняла, что все так и случается. И все вот это вот я себе притянула сама. И сначала было очень-очень страшно. Я не понимала вообще устройства этого мира. И я переслушивала очень-очень много раз все это, пока мое сознание все это не приняло. Как вы изменились внутри? Мне казалось, что просто вот я смотрю, и все вокруг так прекрасно, так все хорошо. И я могу этим управлять сама. Хотелось вообще обнять весь мир. Мир мне показался совсем добрым. Что он идет мне навстречу? Я навстречу миру. Состояние всегда улучшалось после медитации. Такой прекрасный голос Лизы. Особенно медитация благодарности. Это просто прям чудо какое-то было. А что изменилось снаружи? Я люблю всех людей, у меня все хорошо. Во-первых, прописала аффирмации, что у меня рак вылечивается легко и быстро. Что у меня все с этим в порядке. Что химиотерапия проходит легко и просто. И я после каждой химии скажу, что другие люди чувствуют себя плохо, а я себя чувствую хорошо. По истечении трех месяцев у меня было обследование на КТ, которое показало, что у меня все уменьшилось. Опухоль и метастазы перешли в другую форму, безопасную. А попадались ли ваши ожидания от тренинга? Ну, конечно, это просто изменило мою жизнь полностью. Я вообще не знаю, как бы я, наверное, справилась со всем с этим, если бы не тренинг. Я кайфую, мне нравится. А Ольга с четвертого потока миражей реализовала желания не только для себя, но и для мужа и дочери. Да, так тоже можно, это работает. Давайте посмотрим, что же она сделала. Меня зовут Ольга Еремина. Через примерно две недели от начала тренинга я пошла к своему женскому доктору. Я просто чувствовала, что должно что-то произойти. Вот не просто так я зашла, не просто так все это началось. Мой доктор сказал мне, что у меня все замечательно. Да, есть некоторое увеличение, но как женский доктор миому она поставить уже не может. Следующий момент, который реализовался в плане здоровья, это то, что я смогла реставрировать наконец-то свои зубы. Мой организм очень долго отторгал и не принимал антибиотики, очень многие препараты. Все это скидывалось на аллергию. И потом, когда я стала работать уже с силой мысли, я поняла, что мое здоровье в большей степени в моих руках. Еще результаты, которые меня очень радуют, это результаты связанные со здоровьем моего мужа. После заболевания ковидом у него, как и у очень многих людей, получилось осложнение, осложнение на суставы. И в последнее время, это очень длительный был период времени, человек постоянно испытывал боль. В течение последнего месяца боли нет. У меня сейчас вот такое, знаете, внутреннее спокойствие так и должно быть. Когда я заходила на тренинг, я думала, что реализую не менее 10 каких-то своих желаний, целей. И так оно и получилось. Дом реализовался у моей дочери. И вот в июле тоже они заключили договор, то есть сделка закончилась. Сейчас август, и они вот фактически уже обустраиваются, живут. И вот пример, живой пример того, как все получилось, как дочь получила дом, который они хотели. Они хотели такой немножко в американском стиле, так сказать, визуально. И чтобы он был одноэтажный, потому что там маленький ребенок. Чтобы дом был экологичен, чтобы его можно было покрасить такими щадящими специализированными красками изнутри. Так как у ребенка в течение первого года жизни, ребенок пережил две операции сложнейших на сердце. Очень хотелось, чтобы была возможность развиваться на природе, подальше от городской не только суеты, но и, соответственно, инфекции. Чтобы была чистая вода, чтобы была чистая экология. Я думаю, все, кто имеет детишек, все понимают, о чем идет речь. Тем более, когда у ребенка есть заболевание и хочется от всей души ему помочь. И, в общем-то, то, что они хотели, чтобы это был не сильно большой дом, был достаточно комфортный. Получить такое жилье. Причем они его получили с очень хорошей скидкой в 2 миллиона. Сначала его выставляли за одну стоимость. Они сожалели, следили за тем, как двигается цена. И вдруг резко цену понизили, потому что срочно нужно было уезжать. Дальше уже будет просто организовываться все пространство под себя, под то, как будет проходить уже вот эта личная жизнь. Для меня все здорово. То есть для меня сложилось так, как я даже и не ожидала. А Оксана исполнила свою мечту о путешествии. И не просто так. Всем привет, мои желания исполняются. Моя мечта побывать в Дубае исполнилась. Я сейчас здесь отдыхаю целых 2 месяца. И это подарок. Я очень благодарна за миражи, за этот замечательный курс. Ну что ж, как видите, измени сознание, изменится и жизнь. Вы, возможно, в это свое внутреннее сознание никогда и не заглядывали. И сейчас, если вы хотите решить свои проблемы и стать по-настоящему счастливым человеком, пришло время заглянуть и начать изучать себя. Пришло время навести там порядок. Освободиться от всего негативного, что отражается проблемами в жизни и препятствует получению желаемого. Из всего вышесказанного возникает еще один большой вопрос. А где во всей этой истории отдельно существующий Бог? И ответ очевиден. Он внутри нас. Внутри сознания каждого из нас. Вся эта модель верна абсолютно для каждого человека. Вы не разделены со своей жизнью. Жизнь просто отражает все ваши мысли и чувства. Жизнь и вы одно. Это доказано моей жизнью, практикой и результатами моими и моих учеников. Истории которых вы только что услышали. И таких историй у меня не сотни, а тысячи. Так, когда я принимаю и высоко ценю себя, то автоматически люди начинают мне это показывать. Уважением, любовью ко мне, желанием быть со мной. Когда я перестаю испытывать чувство вины, автоматически снимаются все претензии ко мне со стороны того, перед кем я чувствую себя виноватой. Все в моей жизни начинается с меня. В вашей жизни все начинается с вас. Сейчас вы наверняка думаете, ну реально круто. Вот именно этого знания я неосознанно искал повсюду. Вот чувствую, что это именно та методология, которая меня приведет совсем к другой жизни. Где я решу наконец-то свои проблемы и стану создавать желаемые события жизни осознанно. Возможно, вы много лет увлекаетесь эзотерикой, но так и не смогли разобраться до конца, как правильно настраивать свое сознание. Никакие попытки, практики и техники не сработали. Возможно, вы устали идти путем проработки подсознания у психологов, который по факту не решил ваших проблем в отношениях, не повысил ваш доход, не помог найти дело своей жизни. А годы идут, а этого почему-то не происходит. Или вы идете путем действий, ставите четкие цели, планируете, много работаете. Вы устали, уже сделали все возможное и невозможное. И понимаете, что так жить это не жизнь. Деньги или отношения даются слишком тяжело. И, возможно, внутри вас зреет сомнение в том, что что-то здесь не так, что-то не работает, чего-то я не понимаю. Друзья, так не работает, потому что в любой из описанных ситуаций не хватает одного ключа понимания истины, что ваша жизнь – зеркало вашего сознания. Вы живете в привычной модели, когда все существует отдельно от вас, и вы продолжаете бегать по кругу, набрасываясь на свои отражения, не осознавая истинного положения вещей так или иначе. У каждого из вас есть своя причина, по которой вы смотрите сейчас именно это мое видео. Итак, давайте сравним привычную модель мира и ту, на которой настаиваю я. Первое – вы по привычке ощущаете себя маленьким бумажным корабликом в бушующем море жизни. Вы отдельно существуете от Вселенной. Второе – и это есть по факту – вы являетесь единственным источником всего, что наблюдаете, творцом и автором своей жизни. Тем самым божественным, безграничным, всемогущим сознанием, которое создает и всегда создавал свой мир. От полноценной счастливой жизни, полной изобилия, достатка, ярких красок, любви, добра, нежности в отношениях, понимания, внутреннего покоя и радости, от исполнения всех ваших желаний, каждого из нас отделяют многочисленные барьеры в сознании, которые возможно постепенно устранить. Знаете вы об этом или нет? Согласны вы со мной или нет? Свой мир создаете именно вы, и так было всегда. Другое дело, что большинство из нас живет на автомате. Но знайте, другие люди в вашей истории не могут иметь собственное мнение в отношении вас. Они просто герои. Они так же, как и любые жизненные ситуации, обстоятельства в вашей жизни являются зеркалами, которые отражают вам ваше же бессознательное мнение о вас, о ваших возможностях, обо всех аспектах вашей жизни, ваши глубинные неосознаваемые чувства, эмоции, ваши подсознательные убеждения и желания. И все, что нужно сделать для изменения своей жизни, это осознать свою истинную природу и произвести изменения в своем сознании. Именно это я помогаю сделать своим ученикам на обучающей программе под названием «Игра в миражи». Это легендарный тренинг, слова о котором разнеслась уже очень широко. И в течение последнего полугода мне постоянно писали в директ, в личные сообщения и спрашивали, ну когда же, ну когда будет пятый поток. И вот прямо сейчас я торжественно, не томя вас, открою продажи официально. Итак, детали. Обучение в этом году пройдет на базе моего мобильного приложения MindPower. Все материалы я разместила там. Теперь тренинг будет доступен в виде подписки. Давайте посмотрим, что в него входит. Это 40 видеоуроков с теорией, с научными исследованиями силы намерения, как сознание меняет реальность. 28. Ай. Медитации на намерения с крутым студийным звучанием и уникальной музыкой. От 15 до 60 минут в зависимости от уровня сложности. Это 8. Аудиопрактик на осознанность. Ай. Настрое на любовь к себе, достоинство. Утренние на состояние творца и другие. 23 гайда и чек-листа со схемами достижения результата. Рабочие тетради, трекеры медитации и дорожные карты к каждому ключу. Всего 5 ключей, 5 модулей. Первое. Появитель миражей. Второе. Зеркало. Третье. Первая серия Ай. Медитации на намерения. Вторая серия Ай. Медитации на намерения. И третья серия Ай. Медитации на намерения. Закладывайте по одному месяцу по времени на изучение каждого ключа. И тогда и того. Всего за 5 месяцев вы обретете навык управления событиями своей жизни и исполните самые заветные свои желания, будь то выздоровление, любовь или деньги. Итак, долгожданные цены. Напомню, что прошлый поток игры в миражи продавался за 69 900 тысяч рублей. Это примерно 705 евро на 12 месяцев. Теперь все иначе. Мы снизили цену. Теперь вы сможете зайти в программу и оформить подписку на 3 месяца за 21 900. Это 249 долларов. Или подписку на 12 месяцев за 39 900, что составляет 453 доллара, то есть скидка 55%. Подписка – это значит, что вы получаете доступ к разделу ключи в мобильном приложении MindPower на указанный срок. А далее продляете по желанию за ту же цену и на тот же срок. Многие меня об этом просили, так как трансформация занимает достаточное время и хочется слушать ай-медитации долго кому-то всю жизнь и снова и снова пересматривать уроки, которые так меняют сознание. И, конечно, я рекомендую брать сразу годовую подписку на 12 месяцев за 39 900 рублей. И вот 5 причин, почему. Первое. Это выгодно. Скидка по сравнению с трехмесячной подпиской более чем в два раза – 55%. Вторая причина. Это очень выгодно. Получается, что если считать за один месяц, то 12-месячная подписка выходит по стоимости 3000 рублей в месяц, а трехмесячная – аж в 7000. Как говорится, скупой платит дважды. Третья причина. Исследования показывают, что регулярные медитации способны менять нейронные связи. Но это требует времени. Чем дольше вы медитируете, тем сильнее меняется состояние и, как следствие, жизнь. Ученики «Миражей» приходят снова и снова, получив первые результаты за полгода, продолжают медитировать 2-3 года, меняя жизнь кардинально. Четвертая причина. В январе 2024 года в разделе «Ключи», кроме «Миражей», появится еще один мой легендарный курс «Секреты счастливых отношений». И те, кто имеет подписку, получат его без дополнительной платы. Пятая причина. Все новые тренинги, курсы, интенсивы, которые я создам и добавлю в течение следующего года в приложение, будут вам доступны автоматически, без доплат. То есть вы получаете все мои курсы за одну стоимость подписки. Такого никогда еще не было ранее. Это я вас так сильно люблю и хочу помочь. Я знаю, вы взбудоражены. Поэтому ссылка на оплату уже размещена в описании этого видео. Ура! Вот такие сообщения мне написали ребята, когда узнали о ценах, зная, как дорого тренинг продавался раньше. Покупаю, беру, 100% покупаю на 12 месяцев. Ссылку также закрепляю вот здесь, в правом верхнем углу экрана. Действуйте! Итак, теперь вы попались. Зная о том, как работает мир, у вас есть два пути. Первый – пройти мимо и забыть обо всем, что вы сейчас услышали. Жить в прежней модели, ощущая себя беспомощным и продолжать бессмысленный бег по кругу. Продолжать набрасываться на свое отражение и безуспешно пытаться произвести какие-то изменения. Это привычный путь, на котором не избежать боли и страданий, поскольку ваше сознание хранит в себе негативные убеждения, подавленные обиды, чувства вины, страхи, возможно, ненависть, ревность, которые отражаются и проявляются в жизни негативными событиями и ситуациями. Выбрав стандартный путь, вы теперь уже осознанно продолжаете быть роботом, жить на автомате, полностью отказавшись от всех возможностей. Другая новая дорога – это остановиться и всерьез задуматься над тем, чтобы начать изменять причину всего, а именно ваше сознание. Осознать, что вы не маленький кораблик в бушующем море боли и страданий, а могущественное, безграничное сознание в человеческом обличии, которое творит и всегда творило свой мир, что вы и есть то пространство, в котором все происходит. Осознавая этот удивительный факт, заглянуть, наконец, внутрь к себе и задать вопрос своему внутреннему разуму – «Неужели я так недооценивал себя? Неужели я и вправду могу избавиться от ограничений, барьеров в своем сознании и моя жизнь изменится, как по волшебству? Неужели я могу стать великим, богатым, любимым? Неужели я могу получить все, что я хочу, поскольку я и есть источник всего?» Выбор, друзья, за вами. Могу сказать, что для многих это видео станет переломным в жизни, переломным в их судьбе, поскольку я вижу тому доказательства каждый день, как стремительно меняются жизни людей, находящиеся в моем поле и моих вибрациях. Моя жизнь разделилась на до и после. В мастер-классе я приобрела тренинг «Игры в миражи» и моя жизнь изменилась на 180 градусов. Благодаря силе мысли начали у меня происходить чудеса. Этот курс совершенно трансформировал мою жизнь. Я изменилась полностью. Я стала видеть мир другими глазами. Стоит на тысячу процентов прийти к лизе и трансформировать свою жизнь на 180 градусов. Если вы хотите реальных изменений, то вот ваш шанс. Я только что открыла продажи на мой самый сильный и прорывной тренинг «Игра в миражи». Старт обучения уже 25 декабря 2023 года. Я рекомендую немедленно на него записаться. Для этого перейдите на сайт, изучите программу. Можете написать нам свои вопросы по WhatsApp или Telegram. И оплачивайте прямо сегодня. Такое упускать нельзя. Ведь это тот самый знак свыше. Не иначе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok